Саша, хотелось бы, наверное, поднять не самую простую тему. На семинарах тебе эти вопросы и так задают, ты на них даешь ответы, но для широкой аудитории твои ответы на эту тему не звучали. Вопрос касается следующего момента. Дело в том, что всем известны факты о том, что молодые спортсмены гробят свое здоровье многие. Те, кто пытается из любителей достичь высот достаточно значимых, либо пробиться про дивизион. В принципе, факты все эти известны, и они постоянно всплывают в интернете. И в недавней той же ситуации опять эту волну сколыхнули. Расскажу, пожалуйста, твое мнение по поводу вопроса... Не знаю даже, как это сформулировать. Неразумно ли употребление фармакологии? Может быть, иначе как? Пока я задавал мне этот вопрос, я думаю, с чем бы это сопоставить, с чем бы сравнить. Почему-то мне в голову пришла такая мысль, это то же самое. Ну, да, это проблема, это насущный вопрос, который сейчас существует, да. Что за последнее время очень много спортсменов у нас, немного там, ну, по крайней мере, участились случаи, когда спортсмены теряют свое здоровье, а даже вплоть до летального исхода. Но, есть маленькое но, почему-то все, как только умирает спортсмен, все начинают говорить о том, что спорт вредит. Когда умирает обычный человек, все почему-то стыкаются, как будто так и надо. Инфаркты у обычных людей. Ну, когда человек, которому не 30 лет умирает от того, что у него останавливается сердце, или по неизвестным причинам, которые даже патологоанатом не могут разобраться, возникает вопрос о том, что все-таки то, чем они занимались, или то, что они употребляли, оно действительно не поддерживало здоровье. А кто говорит о том, что какие были врожденные пороки? Кто-нибудь об этом сейчас вспоминает? Кто-нибудь вспоминает о том, что люди, которые погибают, они точно знают, что они могут погибнуть, что они могут умереть. Кто-нибудь об этом вспоминает? Почему мы сразу обвиняем в спорт, фармакологию, все остальное? Безбашенность нужно обвинять. Но спорт, как сам спорт, нет. Фармакологии нет, потому что именно фармакология позволяет переносить такие космические нагрузки, которые переносят спортсмены. Может быть, организм в принципе не готов переносить такие нагрузки даже под фармакологией? А это спорт высших достижений, дорогие друзья. Вы знаете, это то же самое, когда мы начинаем, вот выходит, обратите внимание, когда, чаще всего, это в России тоже любят делать, да? Машина может везти только 20 тонн, 18 тонн вообще разрешённые. Недопустимая масса есть. И все грузовики перегружены ходят. Под фармакологией? Не фармакологией, а грузом, который они возят. А мы говорим про людей, да? Просто чаще всего откуда происходят вот эти все непонятные вещи, когда ребята губят себя с помощью фармакологии. Потому что интернет перенасыщен дерьмом, который засоряет мозг и ведёт в никуда. Ну, то есть ты говоришь о том, что люди неправильно пользуются информацией? Они вообще берут ту информацию, которая лживая. Чаще всего люди запихивают информацию в интернете, которые в этом нихрена не понимают. Ну, а как распознать, что действительно верно, что нет? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, вот ты... Это великий вопрос. То есть для меня сейчас самый серьёзный вопрос, который существует. Что интернет перенасыщен дерьмом. Который влечёт за собой. Это совершенно... Ну, абсурдная вещь. Хорошо. Твои рекомендации какие? Ну, вот смотри, ты сам начинал заниматься достаточно рано. Если я не путаю, то есть 14 лет. Ну, примерно в таком возрасте. И результаты ты показывал тоже очень хорошие в раннем возрасте. Всё ты пережил, всё понимаешь. Проходил самое время, когда такой информации, в принципе, не было. Вы качались как могли. Что очень-то... Есть золотое правило. Поймите. Золотое правило. Не важно, что вы принимаете. Важно, сколько. После этого важно, сколько ваш организм может потребить, так, чтобы не навредить себе. Количество анаболических стероидов не даёт количеству прирастания мышечной массы. Почему все считают, чем больше колледж, тем больше растёт? Откуда это вообще пришло? Это пришло от дебилов, которые ленивые на сегодняшний момент, не хотят жопы шевелить и тренироваться. Отсюда возникают все эти моменты, которые связаны с этими критическими ситуациями, смертности и всем остальным. Это, понимаете, то же самое, как алкоголь. Есть же люди, которые могут потреблять алкоголь и оставаться людьми. Они понимают, что вот, я начинаю пьянеть, надо заканчивать. Но есть же дебилы, которые нажирают в ум, а начинают потом дубасить всех своих родных родственников до глубокого алкоголизма. Так здесь то же самое. Он уколол один раз и считает, блин, что-то мало, надо ещё. А потом даже не замечает, что уже много. Если тот становится алкоголиком, этот уходит от земли. И более того, чаще всего, так же, как в алкоголизме, если не помогать печени, то рано или поздно, ну, тоже умираешь. В нашем случае, с точки зрения спорта, если вы что-то принимаете, всегда относитесь к своему здоровью с уважением. Наш организм может просить нам всё, что угодно. Он не прощает только единственное, дыховатное отношение к самому себе. Ты постоянно проводишь консультации с врачами, насколько я знаю. Ты постоянно, ну, регулярно проводишь анализы крови и всех органов. Не наступает ли такой момент, что я и так всё знаю, в принципе, всё понятно, неожиданности не будет и на это не стоит обращаться? Ты знаешь, мне вообще не нравится вот эта фраза «я всё знаю». Это вот, я честно скажу, я думаю, что я даже в 80, в 90 лет, сколько я проживу, наверное, уже когда я буду ответить к загробной жизни, я даже в тот момент скажу, что я не всё знаю. Потому что человек, который всё знает, он тупо, просто заблуждается. Понятно. Что ты можешь посоветовать, ну, порекомендовать молодым спортсменам? Ребят, ну... Вообще, имеет ли смысл начинать, ну, скажем так, после какого периода имеет смысл, стоит задуматься о принятии... Вопрос. Вот, с этого нужно начинать. Приём фармакологии, именно серьёзной фармакологии, да, должен начаться только после того, когда вы исчерпали собственные ресурсы сил и понимаете, что дальше вам не спрогрессировать. И действительно нужна помощь, которая увеличит ваши обменные процессы, поднимет гормональный фон для того, чтобы уже начать прогрессировать. Только после этого. Это в первую очередь. Вторую. Не стремитесь за дозировками. Нужно выяснить, сколько нужно и именно вам, и какое количество, на какой дозировке идёт отклик. Это кропотливая работа. И чаще всего прибегать именно к помощи специалиста, который может вас курировать. Да, как вы спросите, как найти специалиста, это вопрос доверия. Его нужно также убирать, так же, как и я это делал. Я с одним уже человеком, со вторым. Это не означает, что уходя от одного, переходя к другому, что тот плохой, этот лучше. Ничего подобного. Каждый по-своему специалист имеет место быть, да, просто есть разное количество подходов. Например, в моём случае мне нужен тренер, именно спортивный врач, диетолог, тот, который с устойчивой психикой. Реально не будет переживать в тот момент, когда я выхожу на сцену. Потому что все его переживания и его неуверенно сказываются на мне. То есть здесь вопрос, нужно самому выбирать, с кем работать. Нужно, чтобы у вас душа лежала и было полное доверие, что да, я работаю с этим человеком. Если вы выбрали этот путь, вы отсечку делаете, ваше самочувствие понимаете. Вы всегда можете остановиться, если чувствуете что-то не так. Не нужно безбашенно просто идти к тому, что вот я сейчас буду это делать, я буду массивным. Просто оглядывайте, смотрите по утрам на своё зеркало. А действительно всё так хорошо. Сходите, сдайте анализы. А действительно ваша кровь не загустела. Потому что если она загустела, это один из тех моментов, когда люди умирают в спорте. Когда от приёма анболичных стероидов наша кровь просто становится слишком густой. И мы ничего не делаем для того, чтобы она была разжижалась. Слушай, ну я так понимаю, здесь ещё большой вопрос компетентности тех, кто даёт советы. Просто по своему опыту могу сказать, что чаще всего в зале ты знакомишься с каким-то тренером. Он говорит, чувак, я тебе составлю программу, я тебе составлю режим питания. И есть ещё несколько ништяков, которые помогут тебе ускорить результат. В принципе, человек, который в зале не провёл несколько лет, он думает, хорошо, я доверюсь этому человеку. Тут немножко по-другому. К этому тренеру можно подойти только лишь, если он работает в тренерском зале, в тренажерном зале. Он может оценивать его сначала как тренера, с точки зрения тренажерного зала, не оценивать его как спортивного врача. Разница. Ну вот в этом-то и вопрос. Это два разных человека. Он на сегодняшний момент сам ещё может быть. Если, конечно, у него есть медицинские навыки, какое-то образование, когда он разбирается в этом, он чётко может объяснить. Задайте ему наводящие вопросы, а почему именно так? Не бойтесь задавать вопросы. Потому что именно в вопросах вы поймёте, профессионал он или нет. Это то же самое, как прийти к врачу и не говорите ему о своих болячках. Если этот врач, не зная вас, ваших результатов, и вот просто на первый взгляд начинает по каким-то симптомам говорить, а у вас это, это или это, и вы понимаете, что действительно у меня есть вопросы с моим организмом, значит человек компетент. Если этого не происходит, он просто чистый воды болтон.